доброго здоровья c так на канале пошла активность чувствуется что что-то начало происходить наталья авду ничего благодарю за ответ копилочку пойдет на случай уныние это правда в силе это вообще великолепнейшая вещь понимаете вот если вас оскорбили если какой-то навет на вас но вы чувствуете что вы в этом не участвуете то есть на вас что-то наговорили напрасно вы такими качествами не обладаете у меня знаете в сознании сразу же возникает такая мысль и зачем тогда на нее реагируют а вот если это что-то справедливо тогда я принимаю к сведению начинаю работать то есть вот так как то но это скорее всего с возрастом так просто действительно не получается чтобы вот оскорбили незаслуженно и и человек там то нафиг это с детства с юности и в зрелом возрасте ну таком в среднем а допустим ну грубо говоря 30 до 50 этим мало кто обладает оттуда дальше уже как-то это проявляется так вадим казаченко очень многие не слушают канал потому что звучание какое-то не у меня это замечание справедливо когда я писал это видео и я с двух камер писал и с двух же камер брал звук мне показалось что нормально но на самом деле вот эта камера которая на меня была направлена напрямую она лучше снимала звук и надо было вот это и сделать вы знаете что я могу конечно если у меня остались исходники поставить тот лучший звук это удалить и потом бумарить его перезалить ну вот на ваш этот как вы зоветесь если у меня есть исходник вот вы скажете переделать я переделаю андрей спасибо за совет цеплять вызывать реакцию может то что если он человек и буду работать над собой да это самое самое правильное рассуждение что если у тебя имеется какая-то духовная скверна то она сразу же отреагирует на ну допустим там на критику на замечание вот она сразу так воспламенится а ты думаешь а почему что-то происходит что такое почему то есть вот такой вопрос задавать не тот человек который как бы сказать вас обидел зацепил его вообще на то надо поблагодарить сумел вас зацепить а а что во мне такого то есть каждый человек должен понимать что рядом живущие люди они такие же как он которые будут идут по своему говорить пути дорожечки им в основном стоит помочь а у нас получается там я смотрел фильм что всю борьба 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 с чем борьба за что борьба борьба за то чтобы что-то у соседа своего к себе приобрести на каких-то законных основаниях это все поддерживается думал будем говорить законами в государстве законами во всем мире мы правы вы не правы вы должны быть вот такие то такие то а мы должны вот так вот жить а вы нам должны служить вот философия а с чего это вы взяли что мы должны быть такие короче больше рассуждайте ирина клеменко петрович я всегда любила смотреть на первом канале вы лучший ведучий чем малышева много написали по язык них а противники ваши то завистники сами ничего не умеют а зла свою туда чем спасибо ирина клеменко я рассказываю в основном о том что то я знаю что я умею что я к себе применил и какой результат получит так боеспина людмила титу браво психосоматика рада что вы о ней заговорили и если вы посмотрели мои более ранние видео там сплошная психосоматика увы знаете я чем столкнулся вот эти видео все вообще уходят как вода в песок только раз смочили вроде бы кто-то посмотрел потом ушло моих видео ранних там огромное количество я там разбираю как что происходит как это весь этот механизм действует а не то что я только начал я уже его заканчиваю а не начал смотрите мои видео не не думайте что вот она что-то свежее вышло значит это посмотрели и все вот оно пришло там по подписке вы прочитали все заходите на мой канал смотрите смотрите смотри тысячи практически уже 300 видео я смотрел первые свои видео когда в киеве только начиналась передача здоровенькие булы сколько там интересного как раз вот эта психосоматика сразу же с первых видео пошла но посмотрите там очень интересные и не просто интересные а нужные видосы для того чтобы вы поняли себя как работает как с этим справляться чтобы я стараюсь так сделать что вот эти видео помогали по жизни они просто знаете были там что-то там сказали а вот акула мегалодон водится вот такая вот вот акуловый а вот это да света мы любим вас и я люблю вас очень важно любить людей так вот смотрите болит спина человек просмотрел китай рулит и говорит удивительно помогло да я сам не ожидал когда я вот это вот узнал что у нас за это все болит от наших эмоций которые имеются вот они значит лежат как только это осознаешь если правильно происходит осознание сразу же происходит действие это удивительный феномен сразу же происходит действие и дальше уже работа пойдет пойдет и это все будет лучше 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 как только вы переволнуетесь это опять повторится но уже более слабо и вы опять начнете работать сам автор который все это предложил он как раз так и говорил что вот я все это поделал у меня пошло 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 а потом опять какие-то обстоятельства мы нудли поволноваться и спину прихватила болит спина татьяна о сколько полезного я сейчас услышала благодарю вас но понимаете вот еще полезно это знаете происходит тогда когда на эти информация сжата и придается это когда человек прожил то есть у меня возраст пожилой само слово пожилой говорит о том что этот человек уже пожил и у него накопился жизненный опыт который он излагает да я занимался спортом тягал какие веса было дело были травмы все это закончилось вроде началась жизнь начались вот совсем какие-то такие бытовые ни с того ни с чего повернулся повернулся потянулся посидел травмы не не травма вот это вот со спиной зажала защипила закусила было прошел массажи физиопроцедуры там и прочее 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 помощь была но помощь потом все все на круги своя ну почему это чем это связано я задавал себе вопрос то есть учитесь задавать себе вопросы отвечать на них почему это хреново живу и что надо сделать для того чтобы лучше действительно какой вот советуете мне он ну посмотри каналы других людей посмотри как они что они я очень благодарен ольге который вот меня отткнул 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 и продолжает тыкать я это делал так что и вы задавайте и в конце концов вот ого и я уже мог это так сказать в течение 20 там с лишних минут вот этот весь свой опыт от спорта 20-летнего человека когда я получил травму 65-летнего изложить то есть 45 лет работы со спиной так евген хороший аппарат тоже хочу себе такой надеюсь что еще можно найти в достойном состоянии это про машинку lexus ls430 да можно найти совсем недавно посмотрел что там продают и действительно есть 2005 года машины где-то они уже кончились 4 5 с 2006 по моему уже пошли новые 460 lexus поэтому естественно можно кузов хороший вообще-то а остальное будете там поменяете и было пожелание кстати никто не смотрит вернее мало людей смотрят это мои переведе о днях о днях года и лунном цикле там очень много полезной информации я как-то знаете вот эту народную мудрость вы просто-напросто взяли и отбросили а она оттачивалась столетиями то что оттачивалась тысячелетиями к сожалению забыли нам помогли забыть это а вот то что вот столетиями последние вот эти все народные календари народные приметы там заворы и прочее это народное достояние и мы им не пользуемся какая там мудрость все из этого можно взять и к себе в жизни применить использовать это что не делалось не для того чтобы человек там просто что-то там порассуждал и все это все применялось какая погода у нас будет какие приметы говорят о том что она такая будет урожай будет не будет то есть от этого от этого то зависела жизнь людей а сейчас она у нас только зависит от цен на нефт кошмар но тем не менее это все работает александр первый спасибо геннадий петрович так сошлось что по этой теме сейчас проблемы это болит спина поработайте уйдут понимаете и что самое удивительное вот тот автор сказал вот я своим пациентам ничем не занимайтесь только вот этим чтобы не подумали что вам помог массаж вам помог в физиотерапевтическая процедура или еще или еще что-то вот это работает вот это от себя добавлю ходьба и настроек что там ничего не может болеть позвольте поделиться своим опытом может кому пригодится татьяна пожалуйста я не возражаю и даже приветствую то чтобы вы здесь делились своим опытом не бы хотелось как в свое время программа малахов плюс чтобы это было общенародным общенародная передача общенародный канал где вы делитесь с друг с другом там своими своими успехами своими неудачами спрашиваете друг у друга я же не все знаю что я знаю то я рассказываю коллективный опыт это намного больше я не могу собой подменить коллективный опыт а вот вы то содействовать вот всему вот это можете витамин 22 61 болеть спина сейчас справляюсь со спиной только зарядка запустил начинается болеть так как я на коляске спина расслаблена пытаюсь делать упражнение и так справляюсь но тут тут видите в разные вещи одно дело если человек на коляске это одно травма это другое вот травма человек получил травму и вот она там все там сдвинулась это уже другое там вытяжка нам нужно там нужны там допустим упражнения укрепляющие а если у вас вот вы ничего не делали у вас не было травм вы просто как-то повернулись как-то прогнулись как-то еще что-то и она заболела и продолжает болеть это как раз вот это и есть психосоматика много лет работал на сидячей работе конечно же проблемы с позвоночником больше все чувствуется верхней части плечи и шеи а смотрите вот я сижу видите как я сижу у меня плечи и шея не напряжены почему я откинулся но если человек что-то делает вот так мышцы шеи напряжены плечи напряжены от сидячей такой работы многочасовой идет просто хроническое перенапряжение мы шеи это они не расслабляются они не получают своей как бы свой законный отдых и за счет этого естественно перенапряжение там несколько иные надо делать своим образом жизни а в данном случае как у татьяны это сидячей работой создаем себе проблемы тут где-то грубо через час полтора надо отставать что-то там делать разминать как-то это все чтобы нормально было если мы это не делаем значит тогда есть естественно это уже болезни порождающиеся образом жизни и в частности зависящие от того какой какая у человека профессии то есть каждая профессия налагает на человека те или иные особенности которые приводят к тем или иным хроническим болезням мне помогает обыкновенный деревянный черенок черенок от лопаты утром лежа на диване подкладываю его поперек позвоночника и тихонько с помощью микродвижения надавливаю на позвонки ищу места где больно надавливаю там боль уходит блаженство остается прорватываю так и шеи и плечи поясница в течение полчаса встаю другим человеком прямо чувствую как он они там раздвигаются и наполняется кровушкой вот 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 смотрите они раздвигаются еще очень вообще поучительное видео смотрите вот я сел под действием силы тяжести позвонки приплюснулись и все и в таком положении находится состояние то есть когда не приплюс ну ты в них нету вот этих вот как я вам все говорю вибрации вот эти вот раз 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 насасывающих и поэтому у нас начинается вот этот она сдавилась и сдавливается и человек это раздвигает вот лежа с помощью черенка тарата татата потихонечку то это хорошо что я делаю я делаю прогулку когда я иду тряска то есть мои позвонки позвоночный столб должен рессорит это видите буква с такая вот позвоночник в общем буква с для того чтобы рессорер позвоночник сам чтобы вся эта тряска уменьшалась он рессорит и плюс еще естественно межпозвоночные диски тоже немножечко работ и вот этой вот работы оказывается достаточно для того ну течение часа естественный а не то что вышел пять минут прошел и и все и ожидая что будешь здоровым нет такого не будет идет вот как раз вот это значит работа мышц позвоночника работа самого позвоночника как рессоры работа межпозвоночных дисков как своеобразных прокладок все это работает все это получает свою долю питание свою долю работы и сохраняет себя естественно в здоровом работоспособном состоянии а если я говорю сел вот это вот я вспоминаю ольгу выправлять этот ютубовский канал по 12 часов работы чтобы все приплюснулось и потом уже от этого начинается болеть везде должна быть разумность и профилактика а еще пришлось в жизни пережить интересное ощущение связанное с позвоночником была в одном санаторию белоруссии увидела там одну процедуру называется на вытяжка позвоночника захотела попробовать проблем с позвоночником то еще не было просто просто любопытство врачи разрешили и я купила пару таких процедур короче в кабинете находится небольшая довольно глубокая купальна за пультом управления медработник встаешь спиной какой-то широкой планки штырю подмышками тебя к этому штырю пристегивают широким ремнем ногами стоишь на небольших платформах нажимают на кнопку и ты медленно погружаешься в теплую комфортную воду вместе со штырем до уровня плеч потом нажимают на другую кнопку платформа чки из-под ног платформа чки из-под ног куда-то исчезает и ты остаешься подвешенных подмышками в воде вы знаете я еще в детстве видел этот метод значит можно вот такую платформа чку там придумать и продавать процедуры а они значит что делали вот я видео видел им просто напрасно давали круги они на эти круги вот так вот естественно подмышками раз опирались стоят в воде естественно под действием теплой комфортной воды и времени идет вытяжка под действием силы тяжести так подвышены подмышками воде под собственно место позвоночник начинает вытягиваться до ощущение интересно чувствуешь как пережатые сосуды разжимаются наполняется кровью минут через 20 платформа чки возвращается под ноги штырь начинает подниматься над водой потом принимали потом принимаете горизонтальное положение и ты вместе с ним подкатывается каталка тебя нежно на нее перекладывать укутывать теплыми одеялами ты лежишь ровненько еще с полчасика закрепляешь эффект ну вот это это уже научно технический прогресс процедура считается тяжелой поскольку прыгать и бегать категорически запрещается еще пару дней с каждым разом процедура усложняется когда подвешиваться грузики а завершение человек погружается подвешивание а за шею но я не стал испытывать судьбу приняла лишь пару процедур становится действительно другим выше ростом что ли появляется тепло в конечностях не всем конечно эта процедура показана не зная своего позвоночника можно бедно творить больше никогда такой аппаратуры не видела в санаториях просто давали спасательный круг и человек с ним болтался в воде о как я видел и это называется вытяжение позвоночника просто смешная пароль на очень интересную и полезную идею вы знаете насколько я могу судить круги что вот это вот первая часть процедуры которая тебя так сказать подмышки берет и опускает одинаково а вот вторая часть вот эту будет вытяжку как бы закрепить то есть человек как-то должен вылезть круг снимает то есть тут уже то что вытянулась но может как-то там смещаться вот здесь вот а процедура описанная татьяна это значит и на платформочку переворачивать как она вытянулась так она и осталась если конечно осторожненько вытягиваться выходить из воды после круга и полежать я думаю что эффект будет подобным но это мое мнение если так несколько раз конечно сделать потому что не не за раз это все несколько раз расслабляется не просто так там расслабить то тут будет оси я здравствуйте подскажите где можно на найти скачать лунный календарь вы знаете на 19 год я сделал его сейчас еще до продают посмотрите в магазинах книжных я их перестал делать и вот на на двадцатый год я уже сделаю возможно и выложу в библиотеку а так я просто-напросто вот вылаживаю его лунный календарь можно его выложу в течение вот этого года 19 и больше это делать не буду мало просмотров некоторые говорят вот будет тысячу просмотров тогда я сделаю видео а я вот знаю что вот это очень полезная вещь которая останется не и не столько за счет лунного календаря как за счет вот тех суток которые несут народные приметы по и спина евгений р очень содержательный рассказ да еще о своем опыте познавательный путь нахождение ответа на возникшую проблему у лузих и подробно разобранная связь органов с различными эмоциями и чувствами но какое должно быть умение управлять собой не каждому под силу ну знаете вообще-то вот чему мы должны всю жизнь учиться это самое важное наше учеба это работать над собой мы должны течение жизни совершенствоваться до профессиональные навыки там приобретение профессии это хорошо но главная задача это работа над собой уделяйте этому как можно больше внимания асиа латипова как вы понятно так никто не объясняет знаков пропинания нет трудно читать но если человек не голодал то что он может объяснить а если он там голодал то он может объяснить кстати пришли там вопросы такие не насчет голодания что-то одна там женщина пишет что беременным можно там голодать и так далее так далее вы знаете я хочу так сказать сослаться на спорт вы со своим телом можете делать все что угодно раскачаться зашу сушиться и все что угодно и мы сказать вот это хорошо я раскачу их хорошо я допустим засушенный и мне тоже хорошо но это это все эксперименты на своим организмом который ничего не имеют общего со здоровым образом жизни так точно и беременность можно голодать можно носиться нафиг на лыжах можно бегать как угорелый можно сниматься в фильмах можно там выставлять живот на фотосессия все это можно сделать но насколько это будет полезно якобы там да он там не раздится да он рождается совсем по других причинам это не связано там с беременностью что она такая ли сякая если да он попал значит да у нам и родиться ничего там на него не скажется комментирую такие вопросы я скажу придерживайтесь разумности которая заложена у нас в каждом человеке если вы хотите экстрима да пожалуйста делайте различный экстрим вот но рекомендовать его все конечно просто-напросто глупо глупо и безрассудно тем более беременность это такая как бы сказать часть жизни женщина которую надо просто-напросто нормально спокойно прожить делать все для того чтобы родился здоровый ребенок чтобы вы были подготовлены к родам чтобы все вас было там растянуто нормально чтобы ничего этого не боялись и тогда все нормально а когда голодать не голодать и то есть вы мою мысль поняли я за здоровый образ жизни в разумном его понимании без чего-то чрезмерного как в одну сторону так в другую вот прямым путем идем и идем я пробовал бы он говорит и качался и голодал вы должны сами фильтровать все когда перенервничаю начинает петь спину спасибо врача говорит что это нервные волокня болят вот так а когда вы кричите с лайки тоже начинает петь спину а видео очень хорошие информации полезные полезные много хорошо я стал лайки скажу более нежно ставьте пожалуйста лайки видео вам понравилось позвольте колокольчик будьте добры и поставьте лайк но так примерно